Приветствую! Что охота сказать в самом начале видео? Все-таки заказчики мои очень-очень талантливые люди. Я хочу еще раз это сказать, потому что я уже начинаю сомневаться вообще, надо ли делать топ-10, как в прошлом году, типа переделок года, потому что, в принципе, можно даже делать топ-месяц, а переделок топ-5, типа, каждый месяц. Но на это не хватит никакого времени. Давайте я просто все покажу, расскажу и скажу свои соображения. Первое. Простые вещи. Вот так выглядит достаточно пожилой микротек Соком Элит. Его фишка в том, что здесь при помощи цирракота полностью восстановлено, переделано, ну, было анодирование на алюминий, да, теперь цирракот. Вот. Он был замятый, покоцанный, вот это вот все, теперь от этого нет и следа, и, по сути, нож в идеальнейшем состоянии. Клинок у него в нормальном вполне состоянии был, дабы не терять, естественно, да, вот микротековское лого и прочее, решили его не трогать. И, в принципе, вполне обоснованно. Но рукоять была очень уже неприятная, неопрятная, и теперь она мало того, что значительно более матовая и менее скользкая, чем заводская, так еще и выглядит абсолютно как с завода новая. Этот, пожалуй, нож сразу уберу. Теперь, бывают случаи, когда цирракот нужен точечно, буквально точечно. Вот такой вот сарло фигурировал уже здесь, по сути, только фурнитура. Вот только фурнитура в абсолютно серый цвет. Винтик осевой и вот эти два, ну, и бонки для приличия и для того, чтобы не ржавело. Все остальное просто стоунвошено, галтовано, ну, и Элмакс протравлен. Все, не более того. Ну, а теперь покажу разные этапы, скажем так, работы. Первое. Да, еще про винтики прошу прощения. Вот такой вот стедемон. Я с ним и намучился. Не все китайские ножи идеальные, да, бывают и бракованные экземпляры. Время от времени, пускай редко, но все же, но метко. Вот с этим стедемоном пришлось просто мудохаться, просто, извиняюсь за слово, дико просто долго. Очень проблемный, сложный нож оказался, потому что и не попали в ЧПУ по спейсеру, и бонки засунули не того размера, и винты заводские слишком мягкие и короткие, и прочее, прочее, прочее. В итоге, чтобы нож собрать в едином единообразии, он приходил на стоунвош плашек. Вот. Пришлось все детали, которые друг от друга отличаются теперь, в частности, вся фурнитура, покрывать тоже цирракотом в матовом сером формате, имитирующем просто сталь, да. Ну, потому что стоят разные винты. Вот эти винты класса твердости 10-9 стоят, стягивают рукоять, потому что тут по-другому никак. Стандартные винты держат клипсу, и стандартный же осевой. И вот эти вот таблетки тоже покрыты, чтобы все было одинаково в едином стиле. То есть, в принципе, можно имитировать и, да, и там внутри все, ну, тоже, ладно, не будем. Теперь симпатичная, классная, кайфовая, просто суперская, шоу-стоперы, что называется. То есть, цирракот может сделать нож абсолютно другим. Например, вот, посмотрите, ранний этап работы, да, пока только на алюминии. Вы, я думаю, прекрасно узнаете этот нож. Вот, на алюминии желтенькое пошло. Вот, это будет такая мкаста-канарейчка. Когда будет готова, я покажу. Кайфовая, интересная будет работа. Тоже задумка заказчика суперская. Ну, лично, на мой взгляд. Теперь еще одна, вот прям очень крутая задумка заказчика. Именно для красоты, для души. Это вот такой вот фиолетовый матриарх второй. Здесь этот вот фиолетовый, что называется, зубастик просто офигенный. Посмотрите, это конечный результат цирракота. То есть, когда у нас на клинке идет цирракот, лучше всего и красивее всего смоется вот такой вот микроподвод заточки. То есть, в обычных условиях, ситуациях он в глаза вообще не бросается. Особенно, когда это односторонняя заточка под таким углом, что вообще не видно. Вот, винтики, клипсы, все очень красиво фиолетово. И при этом, и при этом очень, и очень эффектно. Но не в ущерб остроте конкретно здесь точно. Офигенный. Теперь, может быть, достаточно сдержанным цирракот, который больше решает все-таки, наверное, не только проблему или желание изменить стилистику ножа, или проблему в стилистике ножа исправить, а просто делает нож более приятным, практичным или еще что-нибудь. Вот, например, вот такой DPX Hest. Здесь 2.0 версия в плане, я имею в виду, конструкции. Здесь есть сухарь. И я так скажу, что этот нож тоже с косяками, но здесь есть два значимых улучшения. Первое, фурнитуру поменяли. Наконец-то она настолько твердая, насколько она должна быть. Это действительно очень хорошо. Прям вот очень. И второе, да, наконец-то здесь есть сухарь, который действительно сделал нож ремонтопригодным. То есть просто тупо по-хорошему ремонтопригодным. Ну и посмотрите, как здесь клево сделано. Здесь Desert Tan такой классный цвет, песочный у Титана. Офигенно серый такой вот металлик клинка, который имитирует. Посмотрите, здесь сделано в два этапа. Здесь по лакшери варианту сделано что именно. Нож перед тем, как царокотится, был заточен. Он заточен на фиксированный угол. То есть так, как будто бы я точил, имитируя заводскую заточку. То есть он реально брил, резал, все. Хотя я знал, что дальше это пойдет. То есть, да, кромки больше не будет. Но зачем это делается? Чтобы были идеальные геометрические подводы. Дальше их накрывает царокот. А дальше я, зная прекрасно, на какой угол я поточил, я такой раз и сделаю красивенький микроподвод. А он будет очень-очень микро. Он будет очень-очень острым. И он будет очень-очень ровным. И вот это кайфово. Вот. Дальше что еще? В принципе, две латунные по полмиллиметра шайбы. И все. Все красиво. Так что, если у вас есть такие ДПХ, скорее всего, банальный комплект шайбочек из лавки вам подойдет, чтобы самостоятельно его заменить. Торксы 15-й. Обратите внимание, даже 10-й торкс прокручивается. То есть, эти винды под 15 торкс. Вот. Ну, в принципе, надо сказать, что нож стал очень приятным. Очень кайфовым. После царокота, кстати, вот эта насечка наконец-то стала адекватной. Она не выдирает кожу. Но при этом все еще прекрасно держит. И мне очень в итоге приглянулось такое сочетание цветов. Черные элементы стандартные, не переделывались. Песочный здесь. Серый клинок, как он и должен быть, чтобы не придумывать еще какой-то цвет. И чтобы он был тоже не черным. Ну, и, соответственно, стандартный цвет G10. Вот. Вот такая вот красота получилась. Я лично считаю, что клево. Очень даже. То есть, сдержано со вкусом и в стилистике, тактической стилистике ножа. Вот конкретно этот экземпляр. Конкретно в этом исполнении реально офигенный тактический нож. Не спорю. И теперь, наконец-то, вот вторая версия этого DPX. Хеста, она, ну, как-то значительно более целесообразная покупка, чем это было раньше. Ну, и теперь, да, это мой фаворит из этих всех, честно. То есть, скажу, что мое сердце мастеровое покорено именно этим ножом. Но в большей степени тем, как офигенно сюда подошел этот цвет. И как шикарно это смотрится. То есть, заказчики искали платформу для кастомизации. Искали, искали. Я отговорил их от Tinnations. Видимо, это очень хорошо. Потому что в итоге платформой для кастомизации стал Ferrat. Мистер Блэйдовский. И я вам скажу три вещи. Первое. Ну, посмотрите, во-первых, как офигенный этот цвет такой в Тиффани зелено-голубой выглядит. Просто суперски. Посмотрите по пожеланию заказчика даже где есть покрытие. Ну, а теперь, исходя из всего того, что вы видите, и того, как это смотрится, еще про сам нож. Этот нож, наверное, самый овер сконструированный, который только мог бы быть. То есть, ну, смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И здесь еще и скрыты девять винтов. То есть, восемнадцать держат рукоять. Из них только вот этот один декоративный. Но вкручен в G10. Восемнадцать винтов держат рукоять. Дальше. Ну, если брать из всего и как один винт, бог с ним. То тогда получается девятнадцать. Еще плюс три здесь. Это двадцать два. Еще плюс вот этот двадцать три. И вот этот, который держит шпенек, двадцать четыре. То есть, это нож на двадцати четырех винтах. Трех банках с разными креплениями. Эти идут сквозь, а это не выходит сюда. Здесь подшипники, но подшипники керамические. Но здесь нет керамической идеальной механики пока. По двум причинам. Первое. Это то, что... Так, сейчас расскажу. Здесь все покрыто цирракотом. Все. Включая зоны контакта. Почему? Потому что это третья причина. Третий нюанс про этот нож. Этот нож, он... Как это правильно сказать? Да, он очень переинжиниринговый. Но это ему идет. Это особенность просто этой модели. А вот третий момент. Вот настолько переинжиниренный нож, переконструированный, он все-таки должен быть качественнее. И из более качественных материалов. То есть, тут есть легкие непопадания по соосности. Здесь есть легкие... Ну, вот буквально чуть-чуть, чуть-чуть. Но они есть. То есть, такие шляпки, которые прямо идеально тын-тын-тын затыкиваются, они должны быть настолько точно сделаны отверстия. При таком огромном количестве винтов это должны быть совсем другие допуски для того, чтобы он был идеальным. Это раз. Два. Материалы должны быть дороже. То есть, у этого ножа просто должны быть дороже материалы. И тогда он будет значительно более кайфовым. Пусть будет дороже, но кайфовым. У него абсолютно ржавеющие лейнера. Абсолютно. И абсолютно окисляемые подшипники. Поэтому все это требует, ну, внимания, чтобы ножом реально пользоваться. Поэтому вот эта кастомизация, она ему пойдет на пользу. И в данном случае, если вот тут ничего, что задействовано в осевом механизме, не покрывалось, в таком же ноже другом, который вы видели тоже, то здесь покрывалось все. А дальше керамика будет сама себя прокатывать сквозь циррокод. И надо будет несколько раз разбирать, собирать еще нож, там все это чистить и так далее и тому подобное. Почему? Потому что надо закрыть каждый возможный квадратный миллиметр. Иначе он будет ржаветь. Вот такая история. Ну, вообще, красота красотой. Вообще, чем больше это все происходит в жизни мастерской, тем больше нравится, кайфово и прочее. Ладно, пишите свои комментарии. Этот джедайский феррат теперь просто очень клевый. До новых встреч в интернет-эфире. До свидания.